К нам присоединяется Роман Цымбалюк, журналист, блогер. Роман, приветствуем вас. Привет. Роман, ну вот я вам переадресую вопрос журналистки Карины Орловой из нашего сюжета, американской журналистки, который, в принципе, остался без ответа. Почему только сейчас Соединенные Штаты опомнились и решили, что вот Russia Today – это часть российской разведки? Ну, я думаю, там не только это. Дело в том, что они наконец-то осознали, что россияне действительно с ними воюют различными способами. Если мы говорим о Соединенных Штатах, это вмешательство в выборы, то есть распространение этих всяких различных сумасшедших идей, что, я не знаю, там, иллюминаты мирового правительства и всякое такое, ну, то есть вот этой конспирологии. Когда стало понятно, что когда это множится, как коронавирус, используя в данном случае IT-площадки и социальные сети, они осознали, что это реальная проблема. И наступил момент, когда они, ну, очевидно, будут действовать таким образом, что распространение информации анонимным способом, оно станет невозможным на Западе в целом, и только таким образом можно будет их победить. Ну, или как-то уменьшить это влияние. Тут же сама Маргарита Симоньян, она же, во-первых, никогда никто ничего не скрывал, и россияне тоже никогда ничего не скрывали. Ну, а последняя ее перла, в данном случае, она сказала, что она солдат, солдат Путина. Ну, о чем тогда можно, о чем можно говорить? Напомню, если не ошибаюсь, в 2018 году этот старый маразматик, я говорю о российском президенте, когда рисовал или показывал в ходе обращения к Федеральному собранию мультфильмы, то ракеты летели на Вашингтон. Полетные задания на Вашингтон. Вот Энтони Блинкен сказал, что помимо этих информационных операций в киберпространстве есть угроза для военных закупок. То есть, насколько это сложно, что можно добраться и до таких материалов? Каким образом все вот эти вот под личиной журналистов люди, которые на самом деле разведчики, могут повлиять на военные закупки? То есть, в Европе или в Соединенных Штатах? Насколько я понимаю, ну, во-первых, как это, по должности прикрытия они могут быть разные, но в данном случае смысл в чем? Что вот эта агитбригада с журналистскими удостоверениями находится в Соединенных Штатах, и вопрос, чем они там занимаются? Если речь идет о закупках для военных целей, то, насколько я понимаю, они занимались тем, что шакалили там по различным компаниям, и это закупали для Министерства обороны Российской Федерации. То есть, таким образом пытались обходить санкции. Но за это, конечно, надо карать и сажать в тюрьмы. В Штатах соответствующий закон есть. То есть, главное, что они были там, и они физически могли подобного рода операции проводить. Вот о последствиях, о возможных последствиях этих санкций, как вы считаете? То есть, сейчас официальные контакты официальных резидентов Соединенных Штатов с ними прекращаются. Также, я думаю, возникнут и проблемы с банковским обслуживанием. Ну вот, в целом, если прописано, что объявляются санкции по поводу той или иной компании, того или иного вещателя, в данном случае Russia Today, что воспоследует? Всем офисам вернуться в Россию, или все-таки это будет что-то неофициальное? Нет, ну, насколько я понял, они это делают таким образом, чтобы физически их не выгонять. из Штатов. Тут можно долго думать, почему именно такое решение. Ну, в других государствах все эти представители Russia Today и другого, они как раз сталкивались с закрытием счетов, с проблемами с некоторыми оплатами, арендами. Ну и плюс, соответственно, так как они официально признаны врагами американского государства, то есть там ФБР и другие органы за ними будут следить очень-очень активно и уверенно. Ну, а как они там будут жить без банковских счетов? Да, это вообще не проблема. Будет точно так же, как и сейчас, будут ходить в посольство своем, получать зарплату, ну и пытаться испортить жизнь этой большой прекрасной страны. То есть, внимание, вся эта российская пропагандистская сволочь, она же никогда не скрывала, что их цель, на самом-то деле, вообще цель вещания на английском языке, на испанском языке, на французском языке, по-моему, на других европейских языках они не вещают, если или не вещали, ну, их задача простая. Разрушение государства этих. Разрушение, ослабление. То есть, я люблю этот пример, он такой очень показательный. Когда была эпидемия коронавируса, например, испанская редакция, она очень часто любила приглашать всяких мудаковатых товарищей, ну, таких вот, как мы сейчас видим, в галстучках и не только. И они рассказывали о том, что, вы знаете, да, вообще-то эти вакцины, это все так неоднозначно, а вдруг вам вошьют какой-то чип 5G, ну, и вот этот бред распространяли. Ну, кстати, распространялся через российские различные вот эти вот технологические решения, в том числе в Украине. То есть, ну, почему? Почему они призывали, чтобы люди не вакцинировались? То есть, чем больше умрет, тем слабее будет государство. Так вот, возвращаемся к Russia Today и вакцинам. Хрестоматийный пример. Так вот, Russia Today на русском языке в части вакцины у них была совсем другая политика. Вакцинироваться, спутник, там, все эти дела. Почему так? Ну, потому что с точки зрения государства, свое государство, они хотели таким вот образом защитить. Ну, и правильнее было бы, если бы все свелось к тому, чтобы они вещали исключительно на русском, в рамках Садового кольца. Я бы хотел об этом более детально. Но вот, как говорится во всей этой информации, сопутствующей эти санкции против Russia Today, что пытались внести раскол в Штатах, в европейское общество, в части поддержки Украины. Ну, и вот пытались играть на резонансных темах. Какие вот, на ваш взгляд, сейчас такие резонансные темы, где общество тех же европейцев можно расколоть, да, расставить вот по разные стороны баррикады? Слушайте, в любой стране всегда много проблем. Если мы говорим про Штаты, ну, самая резонансная тема – это выборы. Если вот кто-то думает, что вот они там сильно Трампа поддерживают, нет, это не совсем так. Для них лучший союзник и ключевой результат – это хаос, чтобы государство, ну, в данном случае американское, занялось собой. Если мы берем Европу, естественно, тоже все направлено на ослабление европейского единства. То есть, всячески вот они стараются, чтобы вся Европа, она состояла из таких вот Орбанов, которые, ну, не хотят уходить из власти, в принципе, никогда. И на чем они играют? Ну, понятно, экономические сложности, люди всегда хотят жить лучше, чем они живут, наверное, это нормально. То вот без российского газа все замерзнут. Обязательно замерзнут. Мы, кстати, по-моему, тоже это слышали. Допустим, какая еще тема? Экономические сложности. Мол, все это из-за того, что вот с Россией мы поссорились. Как написал Николай Янович Азаров, вот Зеленский такой плохой, столько домов разрушено, тысячи домов разрушено в Украине, а Зеленский не хочет их восстанавливать. Так вот, в чем, по этому принципу работает вся пропаганда? Как Николай Янович Азаров. Что он упустил, этот старый мудак? Он упустил, кто разрушил эти дома? Точно так же по этой же схеме работает и пропаганда российская, и в Европе. Они вот эту вот первую часть, причину таких решений и действий Европейской комиссии и национальных правительств, они почему-то не проговаривают. Ну, наверное, если про тему говорить, есть еще так экономика, мы сказали. Понятно, выборы и поддержка любых вот этих правых движений, неважно, они или левые, или правые. То есть главное, чтобы они были максимально полярные. Ну, там, наверное, можно добавить еще миграционную проблему. Это очень многих в Европе беспокоит, и понятно, поэтому... То есть, с одной стороны, Russia Today, они вот рассказывали, что вот, как это страшно. Придут приезжие, и я не знаю, всех там как-то... Ну, в общем, поменяют культурный код страны, но при этом чем занималось российское государство? Все эти войны в Сирии, которые провоцировали волны незаконной миграции. Ну, вот так это и работает. С одной стороны, мы говорим, ваши правительства очень плохие, а с другой, сам Кремль работал на то, чтобы создать эти проблемы. Вот вы упомянули о предвыборной кампании в Штатах. Я сейчас хочу привести информацию от политика. Кремль проводит операцию для дискредитации кампании кандидата президента США Камалы Харрис. Отмечается, что связанные с Москвой группы распространяли фальшивые видео. На одном из них сторонники Камалы Харрис нападают на сторонников Дональда Трампа. На другом актриса играет Камалу Харрис в вымышленном инциденте. Каждое из этих видео набрало миллионы просмотров. Также кремлевские группы публиковали кадры на платформах Икс и Телеграм, в частности, изображения фальшивого билборда. В Нью-Йорке сложными лозунгами Харрис. Это видео набрало более 100 тысяч просмотров на Икс в первые часы после публикации. Если верить этой информации, то продолжается история с Трамп-наш. Но есть информация, что гибридизация дошла до того, что появились сообщения, что и Камалу Харрис в Кремле поддерживают. А вот как вы считаете, кого больше поддерживает Кремль? Или же им выгодно гадить в обе корзины? Мы уже об этом говорили. Во-первых, им нужен хаос и полярные позиции в обществе. Чтобы выборы прошли таким образом, чтобы результат их был, какой бы он ни был, он был сомнительный. Понятно, что когда Путин публично заявляет, что он поддерживает Камалу, на самом-то деле нет. Почему для них Трамп предпочтительней? Потому что в этом они видят свое окно возможностей. Мы же видим, вся Европа такая, а если Трампа изберут, все такие думают, блин, а что же это будет? И мы такие, в Украине, в Киеве тоже думаем, блин, а если его действительно изберут, а что будет? Так вот, в рамках этого, что будет, такое впечатление, что никто не знает, но в том числе не знает и сам Дональд Трамп, какую он будет вести политику по отношению к Кремлю. Но Путину важно, чтобы произошел в данном случае, зная массу высказываний по НАТО, по евроатлантическому единству, чтобы это единство было нарушено, чтобы Европа была вынуждена как-то сконцентрироваться на себе, а что-то на себе. Вот поэтому они это делают. Не потому что, мне кажется, они рассчитывают, что Трамп, я не знаю, там все хотелки Владимира Путина выполнят. Не поэтому. Главное, чтобы это был бардак, хаос, отсутствие системных решений. То есть, что очень важно. Как это ни странно, сейчас уже у нас мало кто это вспоминает, но вот эта риторика Трампа, она немножко мне напоминает, если мы на украинский манер это приведем, это Украина 2019 года, стадион так стадион. То есть, несистемные решения, какие-то такие красивые вещи в части того, что все будет хорошо, главное про нас, за меня проголосуй. Ну а потом жизнь, она все равно берет свое. Потому что, когда человек, чтобы он там не говорил во время избирательной кампании, занимает уже непосредственно главный кабинет, то интересы государства, которые он возглавил, никто не отменял. Так что, их позиция, ну, в смысле Кремля, понятна. Я думаю, сам факт осознания того, что Москва является угрозой, приведет к тому, что эти все вражеские передатчики просто затушат со скоростью ракеты. Хаймарс или, я не знаю, может быть, какая-то другая она будет. Все, и с большой вероятностью будут приняты законы. Вот это уже в Европе обсуждается, что мы уже слышали, что Илону Москву сказали, что, чувак, если ты будешь распространять фейки, как ты распространяешь сейчас, а ты несешь как собственник платформы, то тебя просто забанят в Европе. Скорее всего, будет точно так же и в Штатах. Именно тут же вопрос в чем? Что если ты преподоставляешь платформу, то ты обязан неверифицированный, ну то есть обман, блокировать. Вот, например, Павел Дуров после переезда в Париж сразу эту тему понял, очень многое он осознал. И произошло что? Russia Today, телеграм-канал на французском, почему-то заблокировали. Ну вот по такому принципу, по-моему, будут развиваться информационные потоки в целом. Вот вы упомянули Илона Маска. Вот как вы считаете, вот именно в этом расчет, то есть на полезных, ну я бы не назвал их, конечно, идиотами, то есть есть ли какая-то публикация, есть ли какой-то коммент, на него никто не обратит внимания. Но вот если его подхватит такой персонаж, как Илон Маск, вот, тогда это уже будет розголосы и так далее и тому подобное. Расчет на это, на то, что информация не проверяется, на самом деле серьезно? Ну, подождите. Есть такой вот прекрасный тест, он сейчас очень популярный у нас в Украине, а в этом плане везде одинаков. Значит, рисуем картинку. Украинский молодой прекрасный парень, такой, как я, только моложе, в военной форме на заднем фоне самолет с, понятно, допустим, будет F-35, чернокожая красавица рядышком, и текст. «В мене сегодня день народжения, мене никто не проветав, проветает мене, будь ласка». То есть, если ты смотришь, ну, понятно, что этот рисунок, это искусственный интеллект. Если мы посмотрим на вот эти вот группы, которые это все распространяют, кстати, в Фейсбуке такого тоже очень много, то получается, что базовый этот посыл — это вранье и бред, а реакции на это, они абсолютно реальны. Настоящих людей, которые потом ходят на выборы и голосуют. Точно так же, как было сделано с этими роликами и фальсификацией в части Камалы Харрис. То есть тут, как это, последствия немножечко разные, вымышленный и первый, и второй сюжет. Но технологически это работает одинаково. Ну и, соответственно, сначала украинцам будут рассказывать, что меня не поздравляют с днем рождения, а потом в этих же группах будут появляться какие-то советы на тему, что не все так однозначно. Может быть, Путин был вынужден, да? У него не было другого выхода, кроме как убивать людей. Роман, спасибо огромное за этот разговор. Спасибо, что присоединились к телеканалу «Фридом». Роман Цымбалюк, журналист и блогер, был на связи с нашей студией. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал «Фридом», чтобы не пропускать главного. Редактор субтитров А.Семкин